Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире канала Архейс 24, программа «Здоровье», я и ведущая Динара Бадахова. Начну программу по традиции с обзора новостей в медицине. В Госдуму внесен законопроект о публикации результатов клинических исследований в интернете. Изменения предлагают внести в статью 40 Федерального закона об обращении лекарственных средств. Автором инициативы выступил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куриный. Документам предлагается Минздраву публиковать и размещать на своем официальном сайте информацию об основных результатах клинического исследования лекарственного препарата в порядке, установленном ведомством. В пояснительной записке отмечается, что действующее нормативное регулирование клинических исследований препаратов не допускается в публиковании отчета об основных его результатах со ссылкой на коммерческую тайну. Между тем, такая практика существует во многих развитых странах мира. Это повышает прозрачность самой процедуры исследования нового препарата, а также формирует доверие к ней и ее результатам у специалистов и граждан, говорится в записке. Синдром зависимости от алкоголя вырос на 7% для села. Сказала директор департамента медицинской помощи детям Службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шишко. Она добавила, что также на 7% выросла заболеваемость алкоголизмом среди сельских женщин. Кроме того, 30% детских смертей были связаны с внешними факторами. Недостаток внимания из-за употребления алкоголя родителями. Госдума на пленарном заседании 20 декабря приняла во втором и третьем чтении законопроект о дистанционных медицинских осмотрах водителей перед рейсом, после него, а также в течение рабочего дня. Согласно документу, осмотры будут проводиться с помощью специальных медизделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья. Из-под действия новации выведены водители, занимающие перевозкой детей, опасных грузов, а также рейсами длиннее 300 км. Документ предлагает разрешить проведение предсменных, периодических, послерейсовых и ряда других медосмотров водителей при помощи специализированных медизделий, которые обеспечивают автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья и работников и дистанционный контроль состояния их здоровья. Так, данные изделия должны быть оснащены средствами для идентификации во избежание прохождения медосмотра третьим лицом. Уточняется, что всего в России зарегистрировано более 15 профильных медкомплексов. Практика показывает, что количество людей с алкогольной зависимостью на территории Российской Федерации, к сожалению, достаточно велико. Порядка 80% взрослого населения России употребляет алкоголь систематически по праздникам и выходным дням. Из них около 50% людей каждую неделю. Около 35% опрошенных лиц признались, что спиртные напитки помогают им снять из стресса. Но мало кто знает, что пагубные последствия употребления алкоголя отнюдь не преувеличены. К примеру, люди с алкоголизмом доживают до старости только в 50% случаев. Чаще всего они умирают на фоне хронических заболеваний, вызванных злоупотреблением алкоголя. Порядка 40% смертей в России происходят по причине пьянства. Причем 25% из них приходится на 25-30 лет. В 2022 году самые непьющие регионы России – Чечня, Дагестан, Ингушетия. Самые пьющие территории – Чукотка и Карелия. Общее количество алкоголиков от всей жителей Российской Федерации – 3,5%. Россия по этому показателю занимает 16-е место в мировом рейтинге. На первых его строчках – Молдовия, Литва, Чехия, а также Германия и Нигерия. Более подробно на эту тему в нашем сюжете. Январские праздники традиционно начинаются с бокала шампанского, а вот заканчиваются у всех, к сожалению, по-разному. Одни спокойно возвращаются к рабочим будням, другие продолжают бурные застолья, решив погулять, как говорится, на славу. Но мало кто при этом задумывается, к чему может привести столь чрезмерное употребление алкогольных напитков. Спиртосодержащая продукция имеет свойство вызывать тягу, которую очень сложно побороть в дальнейшем. Ее состав содержит множество вредных примесей, оказывающих негативное влияние на весь организм. Начинают страдать печень, почки, сердце, сосуды, разрушаются ткани и клетки практически всех систем. Кроме того, алкоголь воздействует на психику и поведение человека, и, конечно, на его мозг. При употреблении спиртосодержащих напитков в больших дозах он постоянно борется с депрессивным воздействием. Если такой человек перестает пить, то его мозг по инерции продолжает компенсаторную деятельность, отчего тот становится возбужденным, нервным, суетливым, у него дрожат руки, и это продолжается, пока он не выпьет еще. С этого и начинается алкогольная зависимость, а от нее умирает тысяча человек, большинство из которых – граждане трудоспособного возраста. Самостоятельно выйти из длительного запоя может далеко не каждый. Часто спасти зависимого в этом случае может только наркологическая помощь. Более подробно о вреде алкоголя поговорим сегодня с врачом-психиатром-наркологом Труфановой Галиной Георгиевной. Здравствуйте, Галина Георгиевна. Здравствуйте. Насколько тема алкоголизма актуальна в нашем регионе и много ли пациентов, которые состоят на учете в наркодиспансере по поводу алкоголизма? Во-первых, что такое алкоголизм? Алкоголизм – это хроническое рецидивирующее заболевание, которое характеризуется в формировании психической и физической зависимости от спиртных напитков. Это заболевание формируется лишь только в том случае, если человек употребляет спиртные напитки долго, часто, много, и со временем формируется эта зависимость. Но вы знаете, наследственная отягощенность есть, но по наследству алкоголизм не передается. Передаваться может только предрасположение к формированию зависимости. И у нас по Карачаево-Черкесии высокий рост зависимых от алкоголя – это 2702 человека. А по городу Черкесску пошел какой-то спад – 505 человек. За счет чего? Потому что особенно среди молодых людей пошел рост употребления психоактивных веществ – наркотиков. Поэтому алкоголизация как-то у нас пошла как-то на некоторый спад. Есть еще скрытая статистика. Что вы можете о ней сказать? Скрытая статистика есть, потому что в последние годы у нас есть такое положение, так называемые анонимные формы алкоголизма, анонимные формы лечения. Это чаще всего люди, которые социально адаптированы. У них есть работа, семья. Но периодически у них бывают срывы. Они зависимы. Но у них бывает же злокачественная форма алкогольной зависимости, а бывает адаптативная форма. И вот те люди, которые зависимы от спиртных напитков, и они понимают, осознают свою зависимость, они вовремя обращаются к нам. И мы буквально в двух-трехдневный или четырехдневный период купируем у них зависимость. И у них дальше все хорошо, они продолжают работать и социально адаптированы. Вторая группа – это лица с конечной стадии алкогольной зависимости. То есть это люди, у которых уже деградация личности, полиорганное нарушение, полимеропатия, энцефалопатия и так далее. Эти люди обычно уже к нам не обращаются, и они вне поля наркологии. Мы знаем, что алкоголизм является фактором риска многих заболеваний. Так в чем же заключается пагубное действие алкоголизма на здоровье? Вы знаете, вот очень часто бытует мнение, особенно среди врачей, вот мы рекомендуем там, допустим, когор, мы рекомендуем коньячок понемножку. Вы знаете, уже ученые доказали, любые виды спиртных напитков, любые, вино, пиво, водка, коньяк, какого бы высокого качества спиртные напитки не были, они все содержат в себе этанол. А этанол – это токсическое вещество. И вот это токсическое вещество и вызывает разрушающий эффект на органы человеческого тела. И, как известно, этанол является хорошим растворителем, он хорошо растворяет жиры. А наш организм, особенно головной мозг, он же ведь на 80% состоит из жировых клеток, вода и жировые клетки. И вот при длительной алкоголизации происходит растворение вот этих жировых оболочки этих клеток, нервных клеток. В результате происходит, ну, на первом этапе это идет, нарушение сна, раздражительность, нервозность. Со временем идет формирование энцефалопатии, нарушение личности. То есть становится агрессивный, нервный, раздражительный. Вот если ему нужно выпить, а похмелиться, он же пойдет на все, на разрушительные действия. Поэтому со временем идет изменение со стороны центральной нейросистемы. И это основная мишень воздействия алкоголя. И потом, ну, как следствие, могут быть там депрессивные формы развития, нарушения центральной нейросистемы и ряд других очень тяжелых осложнений. Теперь второй по значимости является желудочно-кишечный тракт, потому что алкоголь непосредственно принял, сразу идет в желудок. Слизистая желудка очень нежная, а алкоголь дает, особенно этанол, он дает также раздражающий эффект и воспалительный, вызывает процесс в слизистой облочке желудка. То есть это гастрит и язва. Поэтому вначале идет гастрит, потом идет язва. И если человек все-таки продолжает употреблять спиртные напитки, то есть он подлечил язву и продолжает пьянство, то уже любая язва на поток перерождается в онкологию, рак. Поэтому очень серьезные изменения происходят под воздействием алкоголя со стороны желудочно-кишечного тракта. Дальше подвергается воздействию также поджелудочная железа, потому что на фоне мелкого тромбоза там же нарушается кровообращение поджелудочной железы. А раз нарушается кровообращение, происходит, ну и плюс, там еще ряд нарушений, происходит самопереваривание поджелудочной железы. И очень часто бывают панкреонекрозы. Очень тяжелое осложнение. Здесь малоаккурабельный вариант. Ну и, естественно, вы знаете печень. И она, в общем-то, участвует в детоксикации, нейтрализации вот этого яда. И она, в общем-то, очень сильно подвержена в том плане, что многие клетки печени, они разрушаются. На их месте обычно растут жировые клетки вначале. Потом жировые клетки под действием алкоголя тоже растворяются. Раз растворяется, что происходит? Образование соединительной ткани. И вот на этом фоне происходит развитие цирроза печени. Она сморщивается, и все, конечный результат. Ну и, естественно, нельзя не вспомнить о пагубном воздействии на сердечно-сосудистую систему, потому что алкоголь, он же не только растворяет жировые клетки, а у нас на эритроцитах тоже жировая оболочка. И она потихонечку растворяется. Поэтому со временем у алкоголиков происходит как бы склеивание эритроцитов в так называемый монетный столбик и образование микротромбиков. И вот эти микротромбы, они же ведь постепенно, постепенно накапливаются и могут образовать тромб. Ну и, естественно, если попадает в сердце, то инфаркт, если попадает в головной мозг, то инсульт и так далее. То есть в этом плане сердечно-сосудистая система очень сильно страдает. Ну и, конечно, основное это формирование миокардиопатии, именно алкогольной миокардиопатии. Ну, я уже не говорю уже полинейропатии, потому что периферические нервы страдают, и поэтому со временем у длительно пьющего человека вы видите шаткость походки, перемежающая хромота и так далее. Это средство длительной алкоголизации. И когда люди уже не прекращают вовремя алкоголизацию, у них возникают вот такие вот проблемы. Ну и ещё со стороны центральной нейросистемы, если длительная алкоголизация, я хочу ещё указать на то, что ещё формируются и психозы. То есть бывают галлюцинозы, бывает белая горячка. Это уже совсем длительное пьянство. Это уже длительно, непрерывно, месяцами, когда человек пьёт. И самое главное, когда он пьёт, всё нормально. Вот когда прекращают алкоголизацию, ну, нужно больше невыносимо пить, то на 3-4-5 сутки и развиваются психотические расстройства. Поэтому всё это развивается постепенно, всё это развивается медленно. Поэтому на первых этапах симптомов никаких. А потом уже год, 3-5, 7-10 лет. У кого, ну, в общем, это в общей цепи, если какое-то звено слабое, вот с него и начинается. А потом тотальное поражение всего организма. То есть, получается, чаще всего страдает головной мозг, печень, желудочно-кишечный тракт, поджелудочная железа. А бывают ли летальные исходы именно от приёма алкоголя? Конечно. Вы знаете, особенно летальные исходы чаще возникают при употреблении суррогатов алкоголя. Потому что люди зачастую приобретают непонятно где, непонятно у кого. И вот на первом месте у нас отравление суррогатами алкоголя стоит. А иногда просто длительное... Вот пьёт человек, у него утрата количества на контроле. Вот он выпил пол-литра, ему мало, литр ему мало. Потом 2 литра. И вот в течение какого-то периода времени большая доза крепкого спиртного напитка может дать летальный исход. Может быть. Сколько у нас в реанимацию поступают люди с передозировкой спиртных напитков. Обычных спиртных напитков. Вот как одяг и так далее. Это при утрате количественного контроля. Ну, естественно, летальный исход наиболее часто происходит ещё в результате тромбозов. Потому что инсульты, инфаркты – это на первом месте в результате. И, вы знаете, это внегласно, но онкология. Рак желудка. Или рак поджелудочной железы. Рак печени. Потому что это воздействие алкоголя длительно. И когда, я уже говорила, на начальном этапе воспалительный процесс, он продолжается, продолжается. И потом идёт, конечно же, формирование онкологии. Ракового процесса. Это, как следствие, длительная алкогольная интоксикация. Это химическое вещество. Это токсическое вещество. А любой токсикант, он, естественно, вызывает онкологию. Теперь, вы знаете, зачастую у нас участились сейчас случаи и суицидов. Потому что на фоне алкоголизации, особенно у людей, у которых несовершенно нервных, это подростков, допустим, у молодых людей несовершенно нервной системы, ещё далеко не сформированы, бывают иногда депрессивный фон настроения, депрессии. И бывают суициды в результате депрессивного фона настроения. И всё на фоне алкогольной интоксикации. И вы знаете, если незавершённый суицид, и когда мы в реанимации спрашиваем, что тебя подтолкнуло, она говорит, а когда пьяный пьёшь, ты даже не понимаешь, ты не соображаешь, тебе вот хочется покончить. А потом, когда вот приходит, господи, какое-то счастье, что я остался живой. То есть необдуманные поступки или же вот депрессия такая, что вот довела. Но потом всё равно люди почти все сожалеют о том, что вот незавершённый суицид жалеет о том, что они почти сделали этот шаг. Вот. Ну, бывают там тромбозы лёгочной артерии и так далее. Поэтому очень много последствий, много осложнений. Вы знаете, это и драки бывают с летальным исходом. Это могут электротравмы. Человек не контролирует себя и своё поведение в состоянии опьянения и так далее. А вот на мужчин и женщин алкоголь влияет одинаково или есть какая-то разница? Да, разница есть. В силу эмоционального фона женщина, она более эмоциональная. И женщина наиболее часто, у неё есть тероидный тип. И поэтому у неё наиболее быстрое формирование зависимости, у неё наиболее мощное компульсивное влечение к алкоголю и абстинентный синдром очень трудно подаётся лечению. Она более легко после лечения опять, как говорится, садится на стакан. Она более легко возобновляет алкоголизацию. И поэтому любая, ну, какая-то, допустим, психотравма или, ну, даже, может быть, незначительный какой-то пусковой механизм, бытовое, бытовое что-то, вот, это уже может явиться пусковым механизмом к тому, что она возобновляет пьянство. Поэтому разница есть и существенная. И результаты лечения. Обычно у мужчин бывают длительные ремиссии, стойкие ремиссии, и у них проще, легче выработать установочное поведение на трезвость. Женский алкоголизм сложнее поддаётся психотерапевтическим мероприятиям, сложнее выработать установочное поведение. И, вы знаете, и она даже сама удивляется, насколько, вот, вроде бы, ну, решила. Она всё уже год, два, три не пьёт, а потом она может запить на пустом месте. Вот что-то переклинило, всё. Вот поэтому женский алкоголизм с особенностями. А вот некоторые говорят, что пьют, чтобы снять стресс. Так ли это? Работает ли это? Вы знаете, алкоголь, он содержит вещества, которые, ну, они аналоги, они очень сходны с эндорфинами. Это гормон довольствия. Но, значит, этот алкоголь, он может, ну, как, явиться психопротектором только на начальном этапе. То есть, вот, выпили рюмку, две, да, настроение поднимается, да, улучшается самочувствие. И это ложное такое состояние, что комфортно, что тебе стало легче. Но вы видели, чтобы человек, который употребляет спиртные напитки, даже не алкоголик, останавливался одна-две рюмки. Нет, ему похорошело. А раз похорошело, хочется пролонгаться этого эффекта, то есть удлинить эффект эйфории, он начинает третью, начинает четвёртую, пятую рюмку и так далее. Но, значит, эйфория, она может быть лишь только на этапе нескольких минут на начальном этапе. Дальнейшая алкоголизация, она даёт на уже раздражительность, нервозность. И если, наконец-то, выпивают большие дозы алкоголя, вот, допустим, надо 300 мл, пол-литра, даже может быть агрессия. Поэтому алкоголь как психопротектор, он не подходит. Но самое главное, вы знаете, последствия, вот, кто пользуется алкоголем для того, чтобы снять стресс, последствия в том, что они усугубляют проблему. И у человека ещё хуже становится стрессовая ситуация, ещё хуже он впадает в депрессию, его ещё труднее вытащить оттуда. И поэтому ни в коем случае, вот мы всегда говорим, ни в коем случае не прибегайте к алкоголю, как к психопротектору, он только усугубляет любые проблемы. Это вы можете спросить у любого больного человека, алкоголика, и у любого человека, который применял вот эту методику. Вот бывает похоронила, допустим, там жена мужа. И вот некоторые от одиночества начинают злоупотреблять спиртные напитки. У женщины быстро формируется зависимость. И что? У неё начинается депрессия, её трясёт, колотит, бессонница, раздражительность, агрессия, плаксивость. И она приходит к психиатру со страшной депрессией. Попробуй её оттуда вытащить. А потом плюс к нам, к наркологам. Вот эту зависимость теперь подавлять, а зависимость на всю жизнь. Всё. Поэтому что она заработала? Она ещё заработала себе болячку, причём очень серьёзную. Поэтому алкоголь ни в коем случае не подходит для психопротекции. А вот алкогольная зависимость у подростков, откуда она у них берётся? Вы знаете, вот женский алкоголизм, он аналогичен подростковому, женский алкоголизм эмоциональность. А подростковый алкоголизм, вообще у подростков головной мозг, он же ведь ещё не сформирован. Он рудиментальный, он только формируется. И вот вы знаете, если на начальном этапе уже начинать алкоголизацию, даже элементарно, вот, допустим, те же тоники, ведь уже идёт быстрое формирование зависимости. Очень быстро. Этанол быстро включается во все системы организма и прежде всего замещает систему эндорфина. И когда подросток начинает чаще употреблять спиртные напитки, у него эндорфин, почти уменьшается его выработка и может прекратиться. И тогда, естественно, ребёнку хочется ещё, ну, подростку, больше, больше, больше. Ну и взрослым то же самое, ну просто. Подростковый алкоголизм характеризуется наиболее ранним формированием зависимости. И очень рано формируется ещё изменение личности на ранних этапах. Вот у мужчин это поздно, а вот у подростков на раннем это раздражительность, рвозность, не хотят учиться. Вы знаете, очень быстро формируется нарушение памяти. Очень плохо усваивают материал, нежелание вот учиться, нежелание там заниматься какими-то делами. Всё. Вот просто болтаются бесцельно. Лишь бы только вот найти, употребить спиртные напитки. Но лечить, лечить реально. Это реально, вовремя нужно, в общем-то, остановить и прочее. Но в силу особенностей нервной системы, ранее, быстрое, злокачественное формирование зависимости. И вот если говорить о лечении, существует ли медикаментозная терапия вот алкогольной зависимости? Значит, зависимость – это на всю жизнь. Но медикаментозное лечение в чём даёт эффект? Медикаментозное лечение помогает подавить влечение, нормализовать сон. И полностью восстановить здоровье, полностью. Ведь мы же вводим и психопротекторы, кардиопротекторы, гепатопротекторы. То есть лечим все внутренние органы. Кроме медикаментов, а также, ну, кроме медикаментозного лечения, мы обязательно проводим психотерапевтические мероприятия. Поэтому всё в совокупности мы достигаем очень хороших результатов и очень хорошего лечения. И причём на современном этапе у нас есть хорошие препараты, и мы достигаем лечебного эффекта буквально на 3-4-5 сутки. И через неделю этот человек восстанавливается абсолютно полностью, даже если длительная форма пьянства. Но, значит, пока он не пьёт, он абсолютно здоровый человек. Вот он не пьёт и год, и 3, и 5 лет. Это здоровый человек. Но через 3-5 лет, если он употребляет спирт, ну, возобновит пьясу. То есть попробует выпить просто рюмку. Я вам даю гарантию, что после этой рюмки он возобновит пьясу. То есть у него опять пойдут запои. Потому что у него утратила количественного контроля. Он не контролирует себя. И после первой рюмки он будет дальше пить, там неделя, 2, 3, пока уже он вынужден будет обратиться к нам для того, чтобы остановиться. В этом и есть зависимость. Поэтому отличается бытовое пьянство, когда нет зависимости, и алкогольная зависимость, алкоголизм. Это разные вещи. Поэтому если уже сформировалась алкогольная зависимость, это на всю жизнь. Бывших не бывает. Спасибо вам большое за информацию. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Встретимся с вами через неделю в это же самое время. Будьте здоровы. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!